Приветствую дорогие друзья, сейчас я вам покажу невероятную вещь магистральный сидельный тягач Горьковского автозавода вот такого я точно не ожидал увидеть сразу скажем, что это китайский Фатон Ауман который получил новые шильдики Валдай 45 китайская версия тягача признана лучшим грузовиком в КНР там автомобиль возглавляет все рейтинги, которые только возможны видимо на Горьковском автозаводе решили воспользоваться своими тесными связями с Фатон чтобы привезти на наш рынок данную машину отныне китайский тягач называется Валдай 45 автомобиль интересный во всех отношениях сейчас мы его рассмотрим со всех сторон самое забавное, что на машину уже собирают заявки от потенциальных покупателей про цены правда пока ничего не известно но видимо отверточная сборка уже налажена и так, сидельный тягач для магистральных перевозок ГАЗ Валдай 45 рассчитан на работу в составе автопоезда полной массой до 45 тонн машина уже выпускается компанией Нижегородской грузовой автомобили то есть подразделением Горьковского автозавода грузовик поставляется с роботизированной коробкой передач пневматической задней подвеской и кабиной максимального размера обеспечивающей очень высокий уровень комфорта что касается сцепного устройства расположение и высота седла оптимизированы под полуприцепы европейского типа позволяя рационально распределить нагрузку на оси и обеспечить высокую полезную нагрузку из-за короткой колесной базы тягач отличается низким собственным весом и хорошей маневренностью а наличие двух топливных баков общей емкостью 840 литров обеспечивает запас хода до 3000 км условия гарантии лучшие в россии 3 года гарантии без ограничения пробега как утверждает производитель благодаря сбалансированным характеристикам молодой 45 автомобиль подойдет под широкий спектр транспортных задач обеспечивая эффективность перевозок а также комфорт и безопасность для водителя длительных рейсов кабина шириной два с половиной метра а высотой почти два метра кабина с пневмоподвеской есть два спальных места причем нижняя самое большое в классе в базе климат-контроль холодильник подрессоренное сиденье водителя люк в крыше с электроприводом электронная система курсовой устойчивости системы селективной каталитической очистки отработавших газов а для российского рынка предусмотрен зимний пакет который входит утепление кабины фен на 4 киловатта электроподогрев топливной системы и впускного коллектора также всесезонные шины полная масса тягача 18 тонн общая масса автопоезда 45 тонн колесная база составляет 3,6 метра нагрузка на переднюю ось 7 тонн на заднюю 13 передняя подвеска зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами и стабилизатором задняя подвеска зависимая пневматическая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором тормоза дисковые на всех колесах с пневмоприводом также имеются системы ABS ESC и ASR плюс вспомогательный моторный тормоз. Коробка автомат роботизированная, 12-ступенчатая. Есть подозрение, что коробка китайского производителя Fast Gear. Что касается двигателя, то судя по цвету это Cummins, но производитель нигде не указывает марку силового агрегата. Видимо, никто не хочет связываться с санкционной историей. Турбодизель это рядная шестерка объемом 11,8 литра. Мощность агрегата составляет 470 лошадиных сил при крутящем моменте 1400 ньютон-метров. Пока осматривал грузовик, произошла забавная история. Посетитель выставки буквально пытал представителя Горьковского автозавода. Пытался возмущаться китайским происхождением магистрального тягача, но представитель ГАЗ гордо заявлял, что это отечественная разработка и со временем будет стопроцентная локализация. Хотелось бы верить, но возраст уже не тот, чтобы верить в сказки. Возможно, на базе вот этого переименованного китайца со временем создадут свой настоящий отечественный сидельный тягач. Ну, пусть пока получится. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч на просторах интернета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok